На самом деле, было вполне чрезвычайно, что он болен просто, но вместо этого его обвинили в антисоветской пропаганде, сфабриковали какое-то дело и отправили в Пермскую зону. Отправили в Пермскую зону, но заставить его работать было невозможно, он просто не понимал, чего хотят, и соблюдать какой-то режим тоже было невозможно, заставить его и отправили в тюрьму. Ситуация с ним была безвыходная. Он был здоровенный молодой парень, почти двухметровый, усевший килограмм девяносто. Значит, ему было 20-21. Который мне по утрам объяснял, что... Ну вот, на самом деле, им управляет там какой-то полковник КГБ со спутником, и что вот по ночам он... Ему все уговаривает меня задушить, а вот значит он пока сопротивляется. Поскольку мы точно знали, что такое психиатрические больницы... Казанская, ленинградская, это единственное, куда он мог попасть. То есть, где человека просто убивают, превращают в растение, то... Начать требовать, чтобы там его убрали, чтобы его лечили, чтобы его перевели в больницу, было невозможно, потому что... Ну, здесь вот он хотя бы... Хотя бы был более-менее полноправный человек. Больной в психиатрической больнице КГБ, с ним можно сделать всю штуку. Таким образом, пожаловаться и добиваться того, чтобы там его лечили, чтобы его признали больным и так далее, было невозможно. Но каждый день ложится спать, не зная, вот... Будет он сопротивляться дальше этому полковнику, как его со спутника, или все-таки тебя задушит? Тоже, в общем, было мне интересно. Почему это был такой, вполне рассчитанный ход этих ГБистов? Точно подняли кто он такой, точно... Все точно знали. Вот так вот. Подержали меня с ним там недели три. Только вот другу. Ну, скажем, была ситуация, где я получил черника по голове. Я не хочу называть фамилию. Человек этот умер. Умер за границей. Это была тоже ситуация голодушки, как и многие другие у меня. Которые, насколько я помню, состояла из двух частей. Может быть, это я их объединяю. То есть, сначала мы оказались в камере для голодающих втроем с психиатром Карягиным и таким Яниным. Очевидно, неудачным беглецом. Я не помню, за что он был осужден. Крегин, по-моему, как раз был осужден за то, что написал заключение о здоровье, помню, генерала Григоренко. И, наверное, Плюща. То есть, тех, кого решили судить. То есть, не судить, а признать невменяемыми и посудить в психушке. Ну, так сказать, для искушения. Каждый день нам ставили там миски с едой. Ну, естественно, к этой еде мы не притрагивались. То есть, самое... А вы через какое-то время, я думаю, там сутки на десятые или двенадцатые, они начали делать искусственное питание. То есть, стыкать зонды и вливать там какой-то состав для искусственного питания через этот зонд. Ну, надо сказать, что всё равно... Из-за того, что это не полноценное питание, и человек... Разные люди по-разному, но обычно долго не живёт с таким питанием искусственным. Это чего-то там хватает, чего-то не хватает. И... Ну, я, кажется, слышал о человеке, который прожил пять месяцев. В общем, всё это кончается существенно раньше. И главное, в общем, администрация всё равно это не устраивает и много хлопот. И в один прекрасный день... Я думаю, это были какие-нибудь сутки 22 или 24... У нас у всех троих. Началась... Резко повысилась температура. Началась дикая головная боль. Судороги. В общем, было совершенно очевидно, что мы отравлены... Ну, вот с помощью этого искусственного питания. Причём Каягин, будучи опытным врачом, был одновременно главным врачом психиатерической больницы в Кургане, потом был в Харькове. Вот он сказал, что определить, что туда подмешали, невозможно. Но, что совершенно очевидно, что это не случайное отравление, что это медикаментовное отравление. Потому что при случайном, скажем, при каких-то испорченных продуктах и так далее... Ну, кто-то почувствовал себя лучше, кто-то хуже, кому-то попало больше, скажем, отравленных продуктов, кому-то меньше и так далее. Я думаю, что одинаковые симптомы такие могут быть только при медикаментозном воздействии. Ну, я уже не помню, было ли это продолжением этой голодовки или нет. Но вот через какое-то время я встретился опять с отравлением вот таким вот медикаментозным. Хотя на этот раз отравлен был не я. Мы были в одной камере... Ладно, скажу моего фамилию. Это был такой человек по фамилии Анцупов, написавший, по-моему, две книжки такого историка политического содержания с предсказаниями будущего и достаточно критическим отношением к настоящему. И, по-видимому, администрации нужен был надзор. Потому что, что никогда не бывает в таких случаях, третий наш сосед не голодел. По-видимому, был представлен просто для надзора. Но тут... После искусственного питания я не почувствовал ничего. У Анцупова началось какое-то состояние... Ну, которое он подробно описывал мне, что с ним происходит. У него начали холодить руки. Ну, по крайней мере, он так чувствовал. И ноги... Он чувствовал, как холод подступает к сердцу. И, главное... Он оказался в состоянии какого-то панического ужаса. Он начал плакать. Ну, в общем, не молодой человек. Я думаю, он был лет 45. И говорит, что... Ну, видимо, ничего антисоветского не хотел делать. Он ведь только хотел, как лучше. Ещё что-то такое, в общем, его начали... Он начал проситься, что он готов всё написать. И любые покаяния, и любые извинения. И... Сам я пытался, ну, как-то его успокоить. Ещё что-то такое. Вот в этой ситуации получил чайником по голове. А-ха! Его вызвали... Действительно заставили что-то вот в таком состоянии написать. Было совершенно очевидно, что это... Тоже вот какие-то нейролептики, которые... Я думаю, что на самом деле... Я не думаю, что им так нужен был именно Анцупов. Я думаю, что это... Были скорее эксперименты. Ну, вообще, на самом деле, с... Различными отравлениями заключённых... Я встречался не один раз, ну, и... Частью... Мы посвятили этому... Одну из конференций КГБ-опературу, где... Ну, одно из направлений было КГБ и медицина. Вот. И это не было исключениями. Этим довольно активно занимались в Институте Сербского. Я абсолютно был убеждён в том, что... Володя Балахунов был там отравлен и... Просто... В некоторой степени сошёл с ума. Он всё время... Подозревал и утверждал, что... Вот... Его... Там... Там... Не знаю... Оливают... Заставляют дышать какими-то отравляющими газами. Это довольно распространённый вид шизофрении, но всё дело в том, что у Володи это началось после того, как его месяц продержали в одиночке в Институте Сербского. А... Обычно этого там не бывает. Там... Ну, вот для экспертизы... Если... Считывают, что необходима стационарная экспертиза... Всё-таки... Как правило, заключённых содержат... Ну, это ещё обвиняемые, собственно говоря, потому что это ДОСУДАР Проводят эту экспертизу... Содержат в общих палатах. Ну, вот его держали в одиночке. Вот... Ещё было несколько людей, которые... Поедем... У меня это было в Чистополь. С... Карягиным и Яниным... Это не было опыта. Это была попытка добиться... Ну... Сами понимается, что человек, когда ему... Когда у него температура высок 2... Когда его бьёт... Солдороги... Убьёт... Цены ему уже не до того, чтобы продолжать голодовку. Я думаю, что в Чистополе... С нами это была попытка... Ммм... 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 Заставить нас прекратить голодовку. А... Сан Цуполу... Ммм... 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 Мм... Мм... Ммм... Но главное другое, главное то, что, насколько я знаю, никак вот эти бумаги, которых они таким образом добились от Анцупова, они не используют. То есть, и уж если, то есть, может быть, это был эксперимент, но, конечно, я не могу быть уверен. Ну, я не вижу, и больше того, в течение лет десяти, я вообще, ну, правда, я никогда не говорил по теме, сейчас я сравнительно легко об этом говорю, и лет десять я не хотел или не мог. Даже упоминать об этом, говорить об этом, и вспоминать об этом. Для меня нормальной была ситуация молчания, тем более, что люди действительно это довольно плохо понимают. Ну, во-первых, во-вторых, ну, в конечном итоге я был попросту очень занят. Голосность требовала, в общем, всех сил без остатка, все-таки, так или иначе, это всегда была ситуация сопротивления, борьбы, враждебной среды. Трижды, тысяча, трижды классность. Я, в общем, создавал заново после полных разгромов, чего не было ни с одной правозащитной организации, как вы понимаете. Ну, вот, и поэтому сны очень редко бывали, скорее, тягостные, несколько, и связано это было, скорее, с состоянием дел... Ну, просто всяких других дел фонда, дел журнала, а не воспоминаний прямых о тюрьме. Сейчас я тоже редко, очень редко бывает, что я вижу во сне что-то связано с тюрьмой. Это, скорее, бытовое какое-то ощущение, чем, ну, вот, экстремальное, которое, по-видимому, вы имеете в виду.